В последние годы представительницы прекрасного пола все увереннее заявляют о себе в чисто мужских профессиях. Они на самолетах штурмуют небо и погружаются под землю в глубокие шахты. Есть женщины и среди механизаторов, правда их очень немного, и одна из самых лучших работает в Славянском районе. Любовью к технике юная Татьяна Щеголева заразилась от своего отца, который был механизатором. Девушке очень нравились мощные трактора, в моторах которых была неимоверная сила. В Кустанайской области Казахстана, где она начинала свою трудовую карьеру, поля были огромные, и техника там использовалась им под стать. У нас там же в Казахстане в 1973 году был призыв 100 женщин на трактор в Кустанайской области. Там Камшат Данинбаева была у нас знаменитая. Ну вот пошла учиться, закончила швейную технику, мастер закройщики, на отделение приехала, быткомбината нету, ушла. Пошла на курсы, закончила тракторист, техника у меня влекла. И все, и села на трактор, так и с 1973 года работаю. Ну в 1985 году вот сюда в совку приехала с мужем, и так здесь и осталась. Уже 35 лет она работает на 4-м отделении Приазовского, а всего ее трудовой стаж порядка 47 лет. Татьяна Щеголева давно уже освоила зерноуборочные комбайны, убирает пшеницу и рис. Везде, конечно, есть свои тонкости, свои секреты, но она все их знает. Оно и на пшенице напряженно работает, и на рису, а рис все равно посложнее немножко, ну, привыкло, мне кажется, одинаково почти. Что там, что там, что на этом комбайне ездить, что там, что там, только что там на колесах, здесь на гусеницах, в чем разница и все. Награжденная за свой добросовестный труд орденами «Знак почета и дружбы народов» Татьяна Щеголева не представляет себя без любимой работы. Я уже, наверное, привыкла, да. А ну вот дома в отпуске побудешь, да, и места не находишь, думаешь, надо на работу, на работу. Вот поэтому, может, и так это все берется. По инерции все делается, может быть. Ну, пока не жалуюсь, не знаю. Десятки тысяч тонн пшеницы и риса выдала из бункера своего комбайна за все время героиня нашего репортажа. Работа для нее – смысл жизни, и она даже лучше себя чувствует на рабочем месте за штурвалом корабля-полей. А на работе вроде движение оно постоянное. Оно вот за день бывает сколько раз залезть, слезть, то наверх, то туда, то туда. Все-таки физически оно работает же. Ну, и удовольствие я. Технику люблю, поэтому я не знаю даже, как на другой работе работать. Она сама ремонтирует комбайн, готовит его к напряженной рисовой страде. Своим опытом делится с молодыми механизаторами. Ее трудовая биография – хороший пример верности своему делу и самоотверженности. Удивительный человек. У нее удивительная история. Человек, который отдан полностью работе. Человек, который работает на комбайне. У нас она единственная женщина в нашем районе, которая так работает. Это наш член профсоюза. Активный член профсоюза. Помимо своей работы, они занимаются еще общественной работой. Хватает у нее на все времени. Поэтому, вы знаете, таких вот людей у нас единицы, и об этом человеке нужно говорить, нужно писать, нужно рассказывать. Потому что она является, как говорится, авторитетом для той молодежи, которая работает на селе сегодня. Жизнь Татьяны Щеголевой подтверждает слова знаменитой песни. Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. И она до сих пор в пути, за штурвалом современного комбайна, потому что это ее призвание и ее судьба. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.